Что ж, доброго времени суток, друзья! С вами снова Александр и Ирина, и мы продолжаем наш библейский марафон. И сегодня самая интересная, увлекательная книга, первая паралипоменон. Первая глава. Сыновья Хуша. Сыновья Хуша. Сыновья Рамы. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть сильным на земле. Мецаим родил Лудима, Анамима, Легавима, Навтухима, Патрусима, Кослухима, от которого произошли филистимляне и Кафтарима. Ханан родил Сидона, первенца своего Хета, Иусея, Амария, Грегисея, Евея, Аркея, Синея, Арвадея, Цемарея и Хамофея. Сыновья Сима, Илам, Асур, Арфаксат, Лут и Арам, сыновья Арама, Уц, Хул, Гефер и Мешех, Арфаксат, родил Кайнана, Кайнан же родил Салу. Сала же родил Эвера. У Эвера родились два сына. Имя одному Фалик, потому что в одни его разделилась земля. Имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмудада, Шалефа, Хацармавета, Иераха, Гадарама, Узала, Дику, Ивала, Абимаила, Шеву, Афира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана, сыновья Жесимовы, Арфаксат, Кайнан, Салам, Эвер, Фалик, Рага, Всерух, Нахор, Фарра, Авраам, он же Авраам. Сыновья Авраама, Исаак и Измаил. Вот родословие их. Первенец Измаилов, Наваев, Занинь, Кедар, Абдиел, Мифсан, Мишма, Дума, Маса, Хадан, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаиловы. Сыновья Хитуры, наложницы Авраамовой. Она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Ишуаха. Сыновья Иокшана, Шева и Дедан. Сыновья Дедановы, Рагуил, Набдиил, Ассурим, Астусиим и Ассамин. Сыновья Мадиана, Ефа, Эфер, Ханох, Авида и Илдага. Все эти сыновья Хитуры. И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака, Исаф и Израиль. Сыновья Исава, Елифас, Рагуил, Иерус, Иоглом и Карей. Сыновья Ле-Елифаса. Фиман, Амар, Цефа, Гафан, Кенас. Фимна же, наложница Елифасова, родила ему Амалика. Сыновья Рагуила. Нахав, Зирах, Шама и Миза. Сыновья Сиира. Латан, Шавал, Цевион, Ана, Дишон, Эцер и Дишан. Сыновья Латана. Хори и Геман. А сестра у Латана Фимна. Сыновья Шавала, Алиан, Манахав, Ивал, Шево и Анан. Сыновья Цевиона, Аина и Анна. Дети Анны, Дишон и Оливема, дочь Анны. Сыновья Дишона, Хемдан, Эшбан, Ифран и Херан. Сыновья Эцера, Билган, Зааван и Экан. Сыновья Дишана, Уц и Аран. Суть сии цари, царствующие земли и дома, прежде нежели воцарился царами, сынами израилевыми. Белла, сын Веора. И имя городу его Дингава. И умер Белла, и воцарился по нем Иаав, сын Зераха из Васоры. И умер Иаав, и воцарился по нем Хушан из земли Эфеменитян. И умер Хушан, и воцарился по нем Гадат, сын Бедадов. Который поразил Меденитян на поле Моава. И имя городу его Алиф. И умер Гадат, и воцарился по нем Самла из Масреки. И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Вихавофа, что при реке. И умер Саул, и воцарился по нем Балал-Ханан, сын Ахбора. И умер Балал-Ханан, и воцарился по нем Гадар. Имя городу его Пау. Имя жене его Мегитавель. Дочь Матреда, дочь Мезагава. И умер Гадар, и были старейшины Уидома, старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетев, старейшина Алибема, старейшина Элла, старейшина Пинон, старейшина Кенас, старейшина Финман, старейшина Мефцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам, вот старейшины Идумейские. Глава вторая. Вот сыновья Израиля. Сыновья Харми, Ахарновичи бедуны Израиля, нарушив заклятие, сын Ифана Азария, сыновья Исрома, которые родились у него, Иерахмиил, Арам и Хилувай. Арам же родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, князя сынов Иудиных, Наасон родил Салмона, Салмон родил Ваоза, Ваоз родил Авида, Авид родил Иесея, Иесея родил первенца свою Иелиаба, второго Аминадава, третьего Саму, четвертого Нуфнаила, пятого Раддая, шестого Ацема, седьмого Давида. Сестры их Саруя и Авигея, сыновья Саруи, Авесы, Иерав и Азаил трое. Авигея родила Амесу, отец же Амесы и Эфер, измаильтянин. Халев, сын Исрома, родил от Азувы жены своей, и от Иерофы, и вот сыновья его, Иешер, Шавав и Ордон. И умерла Азува, и взял себе Халев жену и Фрафу, и она родила ему Хура. Хур родил Урия, Урия родил Веселиила. После Исром вошел к дочери Махира, отца Галаадова, и взял ее будущее шестидесяти лет, и она родила ему Сигува. Сигув родил Иаира, и было у него двадцать три города в земле Галаадской. Но гесуряне и сириане взяли у них селение Иаира, Кенат и зависящие от него города. Шестидесят городов. Все эти города сыновья Махира, отца Галаадова. По смерти Исрома, в Халев и Фрафе, жена Исромова, Авия, родила ему Ашхура, отца Фикой. Сыновья Иерахмеила, первенцы Исромова были первенец Рам, за ним Вуна, Орен, Ацен и Ахи. Сыновья была у Иерахмеила и другая жена, имя ей Афара, она мать Анама. Сыновья Рама, первенцы Иерахмеилова, были Маац, Иамин и Икер. Сыновья Анама были Шамай и Иаада. Сыновья Шамая, Надам и Авишур. Имя жене Авишуровой Абихаиль. И она родила ему Ахбана и Малида. Сыновья Надама, Силет и Афаим, и умер Силет бездельным. Сын Афаима, Ишей, сын Ишея Шишан, сын Шишана Ахлай. Сыновья Иады, брата Шамаева, Иефир и Анафан. Иефир умер бездельным. Сыновья Ионафана, Пелев и Заза. Это сыновья Иерахмеила. У Шишаны не было сыновей, а только дочери. У Шишана был раб египтянин, имя его Иарха. Шишан отдал дочь свою Иархе, рабу свою жены. И она родила ему Актая. Актай родил Нафана. Нафан родил Завада. Завад родил Эфлава. Эфлав родил Авида. Авид родил Иеуя. Иеуй родил Азарию. Азарий родил Хелеца. Хелец родил Елиасу. Елиаса родил Сисмая. Сисмая родил Салума. Салум родил Иекамию. Иекамия родил Елишану. Сыновья Халева, брата Иерахмеилова. Меша первенец его. Он отец Зипа. И сыновья Маринши, отца Хеврона. Сыновья Хеврона, Кори и Тапуах, Ирикем и Шема. Шема родил Харахама, отца Иркеоамова. И Ирикем родил Шамая. Сын Шамая Маон, отец Бевцуга. И Ефа наложница Халевого родила Харана, Моцу и Газеза. И Харан родил Газеза. Сыновья Иэгдая, Ригем и Офан, Гешам, Пелет, Эфа и Шааф. Наложница Халевого Мааха родила Шевера и Ферхану. Она же родила Шаафа, отца Мадманы, Шеву, отца Махбены и отца Гивеи. Доджи Халева Ахса. Вот сыновья Халева сын Хур, первенец Ифрафы. Шавал, отец Кирилла и Арима. Салма, отец Вифриема. Харев, отец Бевгадера. У Шавала, отца Кирилла и Арима были сыновья Гаруя, Хацы, Гальме, Нюхот. Племена Кирилла и Арима – Ифрияне, Футияне, Шумофяне и Мадраитяне. От них произошли Цоряне и Эштаоляне, сыновья Салмы, Вифлиемляне и Митфофяне. Венец дома Иавауа и половина Минухотян – Цоряне. И племена Суферийцев, живших в Иабице, Тирийце, Шумейце, Сухайце. Это киняне, прошедшие от Хамафа отца Битрихава. Глава третья. Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были. Первый – Амнон от Ахинаама и Завельтянки, который Адалуя от Авидея и Кармелитянки. Третий – Авесолон, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гесурского. Четвертый – Адония, сын Агифы. Пятый – Сафати от Аветалы. Шестой – Ифриам от Аглая и жены его. Шесть родившихся у него в Хевроне. Царствовал же он там семь лет и шесть месяцев, а 33 года царствовал в Иерусалиме. Асии родились у него в Иерусалиме – Шима, Шаваф, Нафан и Соломон, четверо от Версавии, дочери Амиловой. Ифхар, Елишама, Елифилет, Нагатны, Нефегн, Иофия, Елишама, Елиада, Елифилет, девятеро. Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц. Сестра Ифам, сын Саламона Рвам, его сын Аве, его сын Аса, его сын Иосафат, его сын Иорам, его сын Ахози, его сын Иаз, Его сын Амасий, его сын Азарий, его сын Иафам, его сын Ахас, его сын Езекий, его сын Манасий, его сын Амон, его сын Иосий. Сыновья Иосий, первенец Иахас, второй Иаким, третий Сидекий, четвертый Силух. Сыновья Иакима и Ихония, сын его Сидекий, сын его. Сыновья Ихонии Асир, Салафиил, сын его. Малкирам, Федае, Шенанцар, Иезекия, Гошама, Савадия. И сыновья Фидайи, Зарававиль и Шимей, и сыновья Жазаравиля, Мишулам и Ханания, и Шаламих сестра их. И еще пять Хашува, Агил, Берехи, Хасадия и Ушав, Хисе. И сыновья Ханании Филатия и Исаия, его сын Рифая, его сын Арнан, его сын Авадия, его сын Шихания. Сын Шихания и Шимая, сыновья Шимаи, Хатуш, Игеал, Борях, Ниария и Шафат, и Шестера. Сыновья Ниарии, Елиой, Янай, Езекия и Азрекам. Трое сыновья Елинаи, Гадавьягу, Еляшив, Филая, Акуф и Аханан, Дилая и Анани, Семера. Глава четвертая. Сыновья Иуды, Фарес, Есром, Харми, Хур и Шавал. Реая сын Шавала родил Иааха. Иааха родил Ахума и Лагада из племена царя. Исии сыновья Етама, Изриэль, Ишама, Идбаш и сестра их по имени Гацлэлпони. Пенуэл отец Гидора и Езер отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенцы Ефрафы, отца Вифлеема. У Ашхура Цафико и были две жены Хева и Наара. И родила ему Наара, Ахузама, Фера, Фимни и Ашфари. Это сыновья Наары. Сыновья Ахелы, Церев, Цахар и Ифнан. А Кос родил Анува и Цавера и племена Ахархела, сына Гарумова. И Авис был знаменитей всех своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав, я родила его с болезнью. Возвал Иавис к Богу Израилю и сказал, ой, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои. И рука твоя была со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. И Бог не спасла, но чего он просил. Хилуф же брат Шухи родил Махира, он есть отец Ештона. Ештон родил Бефрафу, Пасиаха и Тихину, отца города Наса, это жители Рехи. Сыновья Кеназы Гафаниил и Сирая, сын Гафаниила Хафа. Мянафай родил Офну, а Сирая родил Иава, родил Нечаника Далины Плотников, потому что они были плотниками. Сыновья Халева, сына Еефонина, Ир, Илона, Инаам, сын Илыкина. Сыновья Иел, Галилела, Зив, Зифа, Фирия и Асариел. Сыновья Езри и Ефер, Мерет, Ефер и Иолон. Ефер же родил Мирома, Шамая, Ишбаха, отца Ешфимои. И жена его Иудия родила Иереда, отца Гидора, Ихивера, отца Соха, Иекуфила, отца Занаха. Это сыновья Бифи, дочери Фараоновой, которую взял Мерет. Сыновья жены Его Годи, сестры Нахама, отца Киилы, Гарми и Ешфимоа, Маахитянина. Сыновья Симеона, Амнон, Рина, Бенханан и Филон. Сыновья Ишия, Захев и Бензахев. Сыновья Силома, сыновья сына Иудина, Ир, отец Лехи, и Лагеда, отец Мореши. Их семейство, выделывавших ли сон из дома Ашбери. И Иаким, и жители Хазевы, и Аш, и Сараф, которые имели владение в Маве, и Ашу, Виленхен. Но это события древние. Они были горшечники и жили при садах и в огородах. И у царя для работ его жили они там. Сыновья Симеона, Немуил, и Амин, и Ариф, Зирах, и Саул. А Шалум, его сын Мифсам, его сын Мишма. Сыновья Мишмы, Хамуил, его сын Закур, и его сын Шимей. У Шимея было 16 сыновей и 6 дочерей. У братьев же его сыновей было немного. И все племя их не так было многочисленное, как племя сынов Иуды. Они жили в Версалии, Маладе, Хацаршуале, в Бигле, в Ецеме, в Фаладе, в Бифуиле, в Хорме, в Циклаге, в Бефмакрамарковофе, в Хацарсусиме, в Бефбирей и в Шаарине. Вот города их до царства Недовидова, с селами их, Етам, Аин, Римон, Факен и Ашан. Пять городов. И все селения их, которые находились вокруг всех городов, до Ваала. Вот места жительства их и родословия их. Мишов и Амелех, Иосия, сына Маси, Иаил, Иеву, сын Иашиви, сына Сираи, сына Асилова, Елеоинай, Иакова, Ишохая, Асая, Адиил, Ишимиил, Иванея, Изиза, сын Шафия, сын Алона, сын Иедаи, сын Шемаря, сын Шемай. Сии припоинованные были князья племен своих, и дом отцов их разделился на многие отрасли. Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтобы найти пастбище для стад своих. И нашли пастбище с точной и хорошей землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там только немного хамитян. И пришли сии по именам, записанные в одни языки и царя Иудейского, и перебили кочующих и оседок, которые там находились, и истребили их навсегда, и поселились на месте им, ибо там были пастбище для стад. Из них же, из сынов Симеоновых, пришли к Гарисиир пятьсот человек. Филатия, Неария, Рефая и Узил сына Ишия были во главе их, и побили уцелевшие там остаток амелькитян, и живут там до сего дня. Глава пятая. Сыновья Рувима, первенца Израилева, он первенец, но когда оспринял он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева. С тем, однако, чтобы не писаться им первородными, потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Сыновья Рубима, первенца Израилева, Ханок, Фалу, Хесрон и Харми, сыновья Иаиля, Шимая, сын его, его сын Гок, его сын Шимей, его сын Миха, его сын Реая, его сын Ваал, его сын Беера, которого отвел в плен Фадлифинласар, царь Сирийский. Он был князем Урвимлен. И братья его по племенам их по родословному списку были главный Иеель, потом Захария и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына Иаиля. Он обитал в Аруере до Нево и Ваал Меона. А к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Ефрата, потому что стада их были многочисленны в земле Голуанской. В одни Саула они вели войну с агарянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах по всей восточной стороне Голуада. Сыновья Гада жили напротив их земли в Асанске, Десалхе. В Асане Иаиль был главный Шафан второй, а потом Иоанной и Шафан. Братьев их семействами их было семь. Михаил, Мишулан, Шева, Иорай, Иоракан, Зия и Эвер. Вот сыновья Абихаила, сына Хурия, сына Иорахова, сына Голуада, сына Михаила, сына Иешишая, сына Иахдо, сына Буза. Ахи, сын Авдеила, сына Угуниева, был главой своего рода. Они жили в Голуаде, в Асане и в зависящих от него городах и во всех окрепностях Сарона до исхода их. Все они перечислены во дни Иофама, царя Иудейского, и во дни Иеравама, царя Израильского. У потомков Руима, Игада и полуплемени Монасийна было людей воинственных, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве, 44 760 выходящих на войну. И воевали они с агарянами и Етуром, Фишем и Надалом. И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения вызвали их к Богу, и он услышал их за то, что они уповали на него. И взяли они стада их, верблюдов 50 тысяч, из мелкого скота 250 тысяч, ослот 2 тысячи и 100 тысяч душ людей, потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение сие. И жили они на месте их до переселения. Потомки полуколена Монасийна жили в той земле, от Васана до Вал-Ирмона, из Синира и до горы Ирмона. Их было много. И вот главы поколений их – Эфер, Иши, Илеил, Азриил, Иеремия, Гадалия и Игдаил. Мужи мощные, мужи именитые, главы родов своих. Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить след богов народов той земли, которых и знал Бог от лица их, тогда Бог Израиля возбудил дух Фула, царя Ассирийского, и дух Фаглифрена Сара, царя Ассирийского. И он вывел Рувимлин и Гедзитян и половину колена Монасийна и отвел их в Халах и Хавор и Ару и на реку Газан, где они до сего дня. Глава шестая. Сыновья Левия – Герсон, Кааф и Мирави, сыновья Каафа – Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил, дети Амрама – Аарон, Моисей и Мариам, сыновья Аарона – Надав, Авиуд, Елизар и Ифамар, Елизар родил Финеса, Финес родил Авишуя, Авишуя родил Букия, Букия родил Озию, Озия родил Зерахию, Зерахия родил Мираеофа, Мираеоф родил Амарию, Амария родил Ахитула, Ахитуф родил Садока, Садок родил Ахимааса, Ахимаас родил Азарию, Азария родил Иоанана, Иоанан родил Азарию – это тот, который был священником в храме, построенным Соломоном в Иерусалиме. И родил Лазария Амарио, Амарио родил Ахитула, Ахитуф родил Садока, Садок родил Силума, Силум родил Хелкию, Хелкия родил Азарио, Азарио родил Серарио, Серарио родил Иоан Сидека, Иоан Сидек пошел в плен, когда Господь переселил Иудеев и Иерусалим в Иерусалиме нарукоиновых Доносора. Итак, сыновья Левия Герсон, Кааф и Мерария. Вот имена сыновей Герсоновых. Сыновья Елканы, Авиасав, Асир, Тахав, Уриил, Узия, Саул, Саул, Сыновья Елканы, Амасай и Ахимов, Елкана, Цафань, Нахав, Илеаб, Иерахан, Елкана, Самуил. Сыновья Самуила, Первенец Иоэль, Второй Авиа. Сыновья Мирари, Махли, Ливни, Сын Его, Шемей, Сын Его, Уза, Сын Его, Шима, Сын Его, Хагия, Сын Его, Асайя, Сын Его. Вот те, которых Давид поставил начальниками, певцами в Доме Господнем со времени постановления Днем Ковчега. Они служили певцами перед скинью собрания, доколе Соломон им построил Дома Господнем в Иерусалиме. И они становились на службу свою, по уставу своему. Вот те, которые становились сыновьями своими. Из сынов Каафовых. Из сынов Каафовых. Сын Махлия, сын Мушия, сын Мерария, сын Левия. Братья их левиты определены на всякие службы при доме Божьем. А Аарон же и сыновья его сожигали на жертвенке всезажения и на жертвенке кодильным. И совершали всякое священодействие во святом святых и для очищения Израиля во всем, как заповедовал раб Божий Моисей. Вот сыновья Аароны. Илиазар, сын его, Финес, сын его, Авиут, сын его, Буки, сын его, Узи, сын его, Зирахия, сын его, Мираев, сын его, Амалия, сын его, Ахитус, сын его, Садок, сын его, Ахимаас, сын его. И вот жилища их поселениям и в пределах их. Сыновья Аароны из племени Каафон, так как жребы выпал им, дали Хеврон в земле Иудиной и предместие его вокруг него. Поля же сего города и села его отдали Халеву сыну и Эфонину. Сыновьям Аарона дали также города убежища, Хеврон и Лимну, и с их предместиями. И Атир, и Эштемуа, и предместие его, и Хелен, и предместие его, Давир, и предместие его, и Ашан, и предместие его, и Вивсамис, и предместие его, а от Калины Вениаминовой Геву, и предместие ее, и Алимев, и предместие его, и Анафов, и предместие его. Всех городов их, в племенах их 13 городов. Остальным сыновьям Каафа из семей этого Калена дано пожребы их 10 городов из удела половины Калины Манасина. Сыновья Герсона по племени их и от колена Исахарова, и от колена Осирова, и от колена Нефамелимова, и от колена Монасина в Осане дано 13 городов. Сыновьям Мариари по племенам их от колена Рувимова, от колена Гадова и от колена Завулонова дано пожребию 12 городов. Так дали сыны Израиля левитам города и предместия их. Дали они пожребию от колена сыновей Иудинах, и от колена сыновей Симеоновых, и от колена сыновей Вениаминовых, те города, которые они назвали по именам. Некоторым же племенам сыновей Каафовых даны были города от колена Ефремова. И дали им городаубежища Сихем, и предместия его на горе Ефремовой, и Гизиры предместия его, и Окмиан, и предместия его, и Бифарон, и предместия его, и Айалон, и предместия его, и Гафревон, и предместия его от половины колена Монасина, Аниры предместия его, Белиан, и предместия его. Это поколение остальных сыновей Каафовых. Глава седьмая. Фуа, Фула, Иашуф и Шемрон четверо. Сыновья Фулы, Узи, Рифа и Ириил, Ихм и Ахмай, Ивсам и Самуил, главные в поколениях Фулы, люди воинственные на своих поколениях. Число их в одни Давида было 22 600. Сын Узи, Израхи, а сыновья Израхи, Михаил, Авадия и Аиль, Иши, пятеро. Все они главные. У них по родам и по поколениям их было готово к сражению войска 36 тысяч, потому что у них было много жен и сыновей. Братьев же их по всем поколениям, во всех поколениях из Сахаровых, людей воинственных было 87 тысяч, внесенных в родословные записи. Вениамина, Белла, Бехер и Идеал, Диаил, Троя. Сыновья Белла, Едзбон, Узи, Узиил, Еремов и Ирий. Пятеро главных поколений, люди воинственные. В родословных списках записано их 22 034. Сыновья Бехера, Зимира и Ааш, Елизер и Елияной, Омри и Еремов, Ария, Анафов, Алимев. Все это сыновья Бехера. В родословных списках записано их по родам и по главам поколений людей воинственных 20 200. Сын Иедиаила, Билган, сыновья Билгана, Иеус, Вениамин, Егут, Хинаана, Зефан, Фарсис и Ахишахар. А все эти сыновья Иедиаила были главами поколений люди воинственные. 17 200 было выходящих на войну. И Шупим и Хупим, сыновья Ира, Хушим, сын Ахира, сыновья Нефалима, Яхциил, Гуни и Цер и Шелем, дети Валы. Сыновья Манасия, Асриил, которого родила наложница его армиянка, она же родила Махира отца Галадова. Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима имя сестры их Мааха. Имя второму Салпаад. Салпаада были только дочери. Мааха, жена Махирова, родила сына и нарекла ему имя Хереш, а имя брата его Хереш. Сыновья его Улам и Рекем. Сын Улама, Бедан, вот сыновья Галада, сына Махира, сына Манасина. Сыновья Малихев родила Ишгода, Авиезера и Махлу. Сыновья Шемиды были Ахиан, Шихем, Лихи и Аняам. Сыновья Ефрема, Шутилах и Берет, сын его, и Хафахав, сын его, Елиада, сын его, Хафахав, сын его, и Зават, сын его, и Шутилах, сын его, и Езер, и Елиад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить страдает. И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его, утешать его. Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Берия, потому что несчастье постигла дом его. И дочью его была Шиера, она построила Бефарон, Нижний и Верхний, и Узен Шиеру. Ирифай, сын его, Ирифшев, и Филах, сын его, и Фахан, сын его, Лаидан, сын его, Амеут, сын его, Елишама, сын его, Нон, сын его, и Иисус, сын его. Владения их и места жительства их были Вифиль, и зависящие от него города, к востоку Нааран, к западу Гизер, и зависящие от него города, Сихим, и зависящие от него города, Дагазы, и зависящих от нее городов. А со стороны сыновей Манасиных, Бевсан из-за висечетнего города, Фаанах из-за висечетнего города, Мигида из-за висечетнего города, Дор из-за висечетнего города, в них жили сыновья Иосифа, сына Израиля, сыновья Асира, Имна, Ишва, Ишли, Иберия и сестра Ихсира, сыновья Берии Хивер и Малхиил, отец Бирза и Фа, Хивер родил Иафлета, Шамира и Хафама, Ишу и Сестру, сыновья Иафлета, Пасах, Бигмал и Ашвав, сыновья Иафлета, сыновья Шамира, Ахи, Рохга, Ихуба и Арам, сыновья Гелема брата, Сафах, Имна, Шелеш, Амал, сыновья Сафаха, Суах, Харнифер, Ишуал, Бери, Ирма, Имра, Бицер, Гот, Шама, Шила, Ишфран и Биера, сыновья Ифера и Фуни, Фиспа и Ара, сыновья Улы, Арах, Ханиил и Рице, все это сыновья Асира, главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники, записаны у них родословных в списках войске для войны по счету 26 тысяч человек. Глава 8. Шигораим родил детей в земле Маавитской после того, как отпустил от себя Кушиму и Баару, жен своих. Родил он от Хадешьи жены своей Иава, Цивию, Мешуми, Молхама и Цуа, Шахию и Мирму. Вот сыновья его главы поколений. От Хушима родил он Авитуа и Елпаала. Сыновья Елпаала, Евер, Мишам и Шимер, которые построил Оона и Лот, зависящие от него города. Иберия и Шема. Они были главным поколением жителей Авиалона, а они выгнали жителей Гефа. Ахё, Шишак, Еремов, Зевадя, Арат, Едер, Михаил, Ишфа и Иоха, сыновья Берии. Зевадя, Мишулам, Хиски, Хефер, Ишмирай, Излия и Аф, сыновья Елпаада. Иаким, Зихрий, Завдий, Елиинай, Цилфай, Елиил, Адая, Берая, Шемраф, сыновья Шемея. Ишпан, Евер, Елиил, Авдон, Зихрий, Ханан, Ханания, Елам, Антофия, Ивдея, Ифинуил, сыновья Шишака. Шамширай, Шихария, Афалия, Иарешия, Елия, Зихрий, сыновья Иерахама. Это главы поколений и в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец Гаваонитя, имя жены его Мааха. Сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, Гидор, Ахер, Зихер, Миклов. Миклов родил Шемея, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саула родил Инофана, Милхисуя, Амедава и Ишбаала. Сын Иоаннафана, Мирибаал, родил Миху. Сыновья Михи, Пифон, Милех, Шаарея и Ахаз. Ахаз родил Иояду. Иояда родил Алимефа, Азмафефа и Замрия. Замрия родил Моццо. Моццо родил Бинею, Рефая, сын его Елиаса, сын его Ацел, сын его. У Ацелла шесть сыновей, и вот имена их, Азрикам, Бокру, Исмаил, Ширая, Авадия и Ханан. Все сыновья Ацела. Сыновья Ишека, брата его Улам, первенец его, второй Иешу, Иуш, третий Елифилет. А сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков. Все они от сынов Вениаминов. Глава девятая. Так были перечислены по родам своим все израильтяне. И вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон. Первые жители, которые жили во владении своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудины, из сынов Вениаминовых, из сынов Евреемовых и Монасийных. Уфай, сын Амуида, сын Омри, сын Амрия, сын Вания и сыновей Фареса, сына Иудина и сыновей Шилона, Асайя, первенец и сыновья его, и сыновей Зары и Иуил и братья его, 690. И сыновей Вениаминовых, Салу, сын Мишулама, сын Гадавии, сын Гессинуи и Ивния, сын Иерахама и Эла, сын Узе, сына Михриева и Мишулам, сын Шимфатии, сына Регуила, сына Ивнии и братьев по родам их, 956. Сеси и мужи были главы родов поколения своих, а из священников Иедая, Иераиф, Иахин, Иазария, сын Халки, сын Мишулама, сын Хадока, сын Мираиофа, сын Эхитула, начальствующий в Доме Божьем, и Адая, сын Иерахама, сын Пашхура, сын Малхи и Маасай, сын Адиела, сын Иахзера, сын Мишулама, сын Мишелемифа, сын Имера и братья их, главы родов своих, 1760. Люди отличные в деле служения в Доме Божьем. А из левитов Шамая, сын Хашуба, сын Азрикама, сын Хешавии, из сынов Мирарийных, и Вакбакар, Мехереш, Галал и Матвания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асама и Аводия, Вадия, сын Шамая, сын Галала, сын Идифуна и Берехия, сын Асы, сын Илканы, живших в селениях Митафавских, и привратники Шалум, Акуб, Талмон и Эхиман, и братья их, Шалум был главным. И до ныне сии привратники ворот царских постуку содержат стажи сынов Лемейных. Шалум, сын Коре, сын Ивисафа, сын Корея, и братья его из рода его Кореяне, по делу служения своего, были стражами у порогов Скини, а отцы их охраняли вход в стан Господень. Финес, сын Ильязаров, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним. Захария, сын Мишелемии, был привратником у дверей Скини и Собрания. Всех их выбранных привратники к порогам было 212. Они внесены в список поселениям своим. Их поставил Давид и Самуил прозорливость за верность их. И они и сыновья их были на страже у ворот дома Господня при доме Скини. На четырех сторонах находились привратники, на восточной, западной, северной и южной. Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на 7 дней. Сини четыре начальника привратников левиты были в доверенности. Они же были приставлены к жилищам и сокровищам дома Господня. Вокруг дома Божия они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение. И они должны были каждое утро отпирать двери. Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали. Другим из них поручена была прочая утварь и все священные потребности. Мука лучшее и вино, и елей, и ладан, и благовоние. А из сыновей священнических некоторые составляли мира из веществ благовонных. Матафий из левитов, он первенец селу Макариянина, вверено было приготовляемое на сковородах. Некоторым из братьев их, из сынов Каафовов, поручено было на заготовлениях либо предложения, чтобы предоставлять их каждую субботу. Певцы же, главные поколения левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Это главы поколений левитских, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец Гаванитян, Иил, имя жены его Мааха, и сын его первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Маал, Нер, Надаб, Герон, Ахио, Захария и Миклов. Миклов родил Шемиама, они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Иоаннафана, Мелхисуя, Авинадава и Ишбаала. Сын Иоаннафана Мерибаал, Мерибаал родил Миху, сыновья Михи Пифон, Мелех, Фарей и Ахаз. И Ахаз родил Иаеру, Иаера родил Элемефа, Азмадвефа и Замрия. Замрия родил Моцу, Моца родил Бинию, Рифая, сын его, Илиаса, сын его, Ацел, сын его. У Ацела шесть сыновей, и вот имена их. Азрикан, Бохру, Исмаил, Шиария, Авиа, Увадия и Ханан. Это сыновья Ацела. Глава 10. Филистимляне воевали с Израилем и побежали израильтяне и филистимлян. И падали пораженные на горе Гелвуи. И погнали филистимляне за Саулом и сыновьями его. И убили филистимляне Иоаннафана и Авинадава и Мелхисуя, сыновей Сауловых. Сражение против Саула усилилось. И стрелки устремились на него. Так что он изранен был стрелками. И сказал Саул Оруженосцу своему, обнажи меч твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не другались надо мною. Но Оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч, и умер. И умер Саул, и три сына его, и весь дом его вместе с ним умер. Когда увидели израильтяне, которые были в долине, что все бегут, и что Саул и сыновья ему умерли, то оставили города свои и разбежались. А филистинляне пришли и поселились в них. На другой день пришли филистинляне обирать убитых. И нашли Саула и сыновей его, павших на горе Гелуське. И раздели его, и сняли с него голову его, и оружие его, и послали по земле филистинской, чтобы возвестить о всем пред идолами их и пред народом. И положили оружие его в капище богов своих. И голову его воткнули в доме догона. И услышал весь Иовис гладкий, все, что сделали филистинляне Саулом. И поднялись все люди сильные, взяли тело Саулова и тела сыновей его, принесли их в Иовис, и похоронили кости их под дубом в Иовисе, и постились семь дней. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господня, и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду сыну Иесееву. Глава 11. А там были Иовисеи, и жители той земли. И сказали жители Иовуса Давиду, не войдешь сюда. Но Давид взял крепость Сион, это город Давида. И сказал Давид, что прежде всех поразит Иовисеев, кто прежде всех поразит Иовисеев, тот будет главой и начальником. И взошел прежде всех Иов, Сан-Царуй, и сделался главой. Давид жил в той крепости, потому и называли ее городом Давидом. И он обстроил город кругом, начиная от Мила, всю окружность, а Иов возобновил остальные части города. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваул был с ним. Вот главное из сильных у Давида, которые крепко подвязались с ним в царстве его, вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его по слову Господня над Израилем. И вот число храбрых, которые были у Давида. Иисфаул, сын Ахамани, главный из тридцати. Он поднял копье свое на триста человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Дода, Аххиянин из трех храбрых. Он был с Давидом в Фаздамиме. Куда филист-семьяни собрались на войну? Там часть пола была засеянная ищем в нем, и народ побежал в филист-семьян. Но они стали среди поля, сберегли его и поразили филист-семьян. И даровал Господь спасение великое. Трое сих главных из тридцати вождей взошли на скалу к Давиду в пещеру Адалам, когда стал филист-семьян, был расположен в долине Рифаима. Давид тогда был в укрепленном месте, и охранное войско филист-семьян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал, «Кто напоит меня водой из колодия Вифлеемского, что у ворот?» Тогда эти трое пробились сквозь филист-семьский, и почерпнули воды из колодия Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа. Он сказал, «Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои?» Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду, и не захотел пить ее. Вот что сделали трое этих храбрых. И Овеса, брат Иава, был главным из их трех. Он убил копьем своим триста человек и был в славе от тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Ване и сыны Адая, мужа храброго и великий, и по делам из Кавциила. Он поразил двух сыновей Ариила Моавицкого. Он же сошел и убил два во рве в снежное время. Он же убил египтянина человека, ростом в пять локтей. В руке египтянина было копье, как наводят качей. А он подошел к нему с палкой и, вырвав копье из руки египтянина, убил его его же копье. Вот что сделал Ване и сын Иадай. И он был в славе у тех троих храбрых. Он был знатней тридцати, но с тремя не равнялся. И Давид поставил его ближайшим исполнителем своих приказаний. Главные из войненов Галли Гааша, Авихел из Аравы. Азмафев Гархарумиянин. Илья Ба Шаалбанянин. Сынарья Гашема Гиза Нитянина. Инанафан Шеншаги Гараритянин. Ахиаим сын Сахара Гараритянин. Ахиаир Гараритянин. Елифал сын Уры. Хефер из Махеры. Ахиаипиланитянин. Хитстрой кармелитянин. Наарай сын Езбая. Иаин сын Нафана. Мифхар сын Гагрия. Целикаманитянин. Нахарай берафянин. Араженотицао сын Царуи. Ира Иаф ифриянин. Галеб ифриянин. Урия хитиянин. Зават сын Ахлая. Адина сын Шизы. Рувимлянин, глава Рувимлян, и у него было 30. Глава 12. Глава 12. Гадитян перешли к Давиду в укрепление в пустыне люди мужественные, вооруженные щитом и копьем. Глава 12. Глава 12. Глава 12. Глава 12. Глава 13. 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 израиль и все прочие за лица не были единодушны чтобы воцарить давида и пробыли там у давида три дня и ели и пили потому что братьев все приготовили для них на и близких ним также до колена и и самарова заволонова нефалил привозили все съестное на ослах и верблюдах и мулах и валах муку смог и изюм и вино и елей и крупного и мелкого скота множество так как радость была для израиля глава 13 и советовался давид с тысячи начальниками сотниками и со всеми вождями и сказал давид всему собранию израильтян если угодно вам если на то будет воля господа бога нашему пошлем повсюду прочим братьям нашим по всей земле израильской вместе с ними к священникам и левитам в городах и селения чтобы они собрались к нам и перенесем к себе ковчег бога нашего потому что одни саула мы не обращались к нему и сказала все собрание да будет так потому что это дело всему народу казалось справедливым так собрал давид тех израильтян от шихора египетского до входа в ямав чтобы перенести ковчег божий из кириаф и арима и пошел давид и весь израиль в кириаф и арим чтобы иудеи чтобы перенести оттуда ковчег бога господа сидящего на хирургимах на котором нарицается имя его и повезли ковчег божий на новой колеснице из дома аминадава и коза и ахия вели колесницу давид же и все извельтяне играли перед гос перед богом и си силы с пением на цитрах и псалтырях и тимпанах и кимбалах и трубах когда дошли до гумнахи дона о запросе руку свою чтобы придержать ковчег ибо волы наклонили его но господь разгневался на озу и поразил его за то что он простил руку свою к ковчегу и он умер тут же пред лицом божий и опечалился давид что господь поразил озу и назвал то место поражением озы так называется она и до сегодня и устрашился давид бога в день и сказал как им несу к себе ковчег божий и не повез давид ковчег ковчега к себе в город давидов а обратил его к дому авидара гефианина и оставался ковчег божий у авидара в доме его три месяца и благословил господь дом авидара и все что у него глава 14 и послал херам цартирский давиду послов и кедровые деревья и каменщиков и плотников чтобы построить ему дом когда узнал давид что утвердил его господь царем израилем что вознесено высоко царство его ради народа его израиля тогда взял давид еще же он в иерусалиме и родил давид еще сыновей и дочерей и вот имена родившихся у него в иерусалиме самус сабов нафан саламон и веар елеуса элфалет на гах нафек и иафия и елисама велиада и елифалев и услышали филистимляне что помазан давид царя над тем израилем и поднялись и филистимляне искать давида и услышал давид об этом и пошел против них и виситимляне пришли и расположились в долине рифаимов и попросил давид бога говоря идти ли мне против филистимлян и И предашли их в руки мои. И сказал ему Господь, иди, и я предам их в руки твои. И пошли они в вал пироцин, и поразил их там Давид. И сказал Давид, сломал Бог врагов моих, рукою моею, как прорыв воды. Посему и дали имя месту тому, в вал пироцин. И поставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем. И пришли опять филистимляне, и расположились по долине. И еще попросил Давид Бога, и сказал ему Бог, не ходи прямо на них, уклонись от них, и иди к ним со стороны тутовых дерев. И когда услышишь шум, как бы шагом, на вершинах тутовых дерев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан филистимлян. И сделал Давид, как привел ему Бог, и поразили стан филистимский от Гаваона до Газера. И пронеслось имя Давидова по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Глава 15. И призвал Давид священников Садока и Авиафара и Левитов Уриила Осарию. И сказал им, вы начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы не взыскали его, как должно. И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов, как человек Божий, как заповедовал Моисей по слову Господа на плечах и на шестах. И приказал Давид начальникам левитов поставить братья своих певцов с музыкальными орудиями, с салтирами и цитрами, и кинвалами, чтобы они громко возвещали глаз радования. И поставили левиты Емана, сына Иоильева, и из братьев его Асафа, сыновей Хиянина, и сыновей Миралиных, братьев их Ефана и Кушаии. И с ними братьев их второстепенные Захарию, Бена, Иа и Азиила, Шимирама, Мофа и Хиила, Уния, Елиава, Ванею, Моасея, Матафию, Елифлиуя, Микнея и Аветьедома и Еила привратников. Емана, Саф и Ефан играли громко на медных кемалах. Азахария, Азиил, Шимирамов и Хиил, Уни, Елиав, Моасей, Ванея на псалтире с тонким голосом. Матафия, Жилифлиуя и Микней, Аветьедом, Еил и Азазия на цитрах, чтобы делать начало. Ахинания, начальник левитов, был учитель пения, потому что он был искусен в нем. Берехия и Елкана были предвестниками у Ковчега. Шивания, Иосафат, Нафанаил, Амасаи, Захария, Ванея и Елизер священники трубили трубами перед Ковчегом Божиим. Аветьедом и Ехия были предверники у Ковчега. Так Давид и старейшины Израиля, тысячи начальники, пошли перенесли Ковчег Завета Господня из дома Аветьедома с весельем. И когда Бог помог левитам, не вшим Ковчег Завета Господня, тогда закололи в жертву семь тельцов и семь огнов. Давид был одет в весонную одежду, а также и в все левиты, невшие Ковчегы, певцы и хинания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще Илья, но и Ефон. Так весь Израиль носил Ковчег Завета Господня с конклицанием при звуке рога и труб и кимбалов, играя на псалтериях и цитрах. Когда Ковчег Завета Господня входил в город Давидов, Мелкова, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем. Глава 16. И принесли Ковчег Божий и поставили его во среди скиний, который устроил для нее Давид. И вознесли Богу все сожжение и мирные жертвы. Когда Давид окончил все сожжение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа. И раздал всем израильцанам и мужчинам и женщинам по одному хлебу, пуску мяса и по кружке вина. И поставил на службу перед Ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они словословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. Асафа главным вторым, по нем Захарию и Ела, Шемера, Мофа и Хиила, Матафию, Елява, Иванею и Овет Едома, Иеела с ползателем и цитрами и Асафа для игры на кембалах. А Ванею и Азиила, священника, чтобы постоянно трубили перед Ковчегом Завета Божия. В тот день Давид в первый раз дал псалон для словословия Господу через Асафа и братьев Его. Славьте Господа, проразглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, брятайте Ему, поведайте Ему о чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да и вселится сердце ищущих Господа. В защите Господа и силы Его ищите непрестанно лица Его, поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды узк Его. Вы, семья Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его, Он Господь Бог наш, суды Его по всей земле. Помните вечно завет Его слова Он заповедовал в тысячу родов. То, что завещал Аврааму и чем грялся Исааку, и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря и тебе Я дам землю ханаатскому, наследственное удел вам. Они были тогда малочисленны и ничтожны, пришельцы в ней и приходили от народа к народу, от одного царства к другому, но Он никому не позволил обижать их и обличал за них царей. Не прикасайтесь к помазанным Моим и пророкам Моим не делайте зла. Пойте Господу вся земля, благоституйте изо дня в день спасения Его, возвещайте язычникам славу Его и всем народам чудеса Его. Ибо вели Господь и достохвален, страшнее пачи всех богов, ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие перед лицом Его, могущество и радость на месте Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу, благолепие святыни Его, трепещи пред Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, да она не поколеблется. Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут народа, Господь царствует, да блещет море, и что наполняет Его, да радуется поле, и все, что на нем. Да ликуются вместе все дерева дубравные перед лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Славьте Господа, ибо вовек милость Его, и скажите, спаси нас, Боже, Спаситель наш, собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое, и дохвалимся славою Твоею. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и сказал весь народ, аминь, аллилуйя. Давид оставил там перед ковчегом завета Господня Асафа и братьев Его, чтоб они служили перед ковчегом постоянно каждый день. И овет Едома и братьев Его, 68 человек, овет Едома сына Идифонова и Хосун привратниками, а садока священника и братьев Его священников, преджилищим Господним, что на высоте в Галаоне, для возношения всесожжения Господу, но на жертвенники всесожжения постоянно, утром и вечером, для всего, что написано в законе Господа, который Он заповедовал Израилю. И с ними Емана и Едифона, прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его. При них Еман и Едифон прославляли Бога, играя на трубах, кембалах и разных музыкальных орудиях. Сыновей же Едифона поставил при вратах, и пошел весь народ, каждый в свой дом. Возвратился Давид, чтобы благословить дом свой. Глава 17. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану пророку, вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром, и сказал Нафану Давиду, все, что у тебя на сердце делай, ибо с тобою Бог. Но в ту ночь было слово Божие к Нафану, пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания, ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до сего дня, а ходил из скинии в скинию и из жилища в жилище. Где ходил я со всем Израилем, сказал ли я, хотя слово которому, либо и судья израильских, которым я повел пости народную, зачем вы не построите мне дом и кедрового? И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял у тебя от стада обец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда бы ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое, как имя великих на земле. И я устроил место для народа моего Израиля и укоренил его, будет он спокойно жить на месте своем, и не будь более тревожен и нечестивый, и не стану больше стеснить его, как прежде. В те дни, когда я поставил судей над народом моим, Израилем, и смирил всех врагов твоих, и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом. Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу царство твое. Он построит мне дом, и утвержу престол его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И милости мои не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя. Я поставлю его в доме моем, и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно. Все эти слова и все видение точно пересказал на фан Давиду. И пришел царь Давид, и стал пред лицом Господним, и сказал, Кто я, Господи Божий, и что такое дом мой, что ты возвысил меня? Но и этого еще мало показалось в очах твоих, Божий. Ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль, и взираешь на меня, как на человека великого, Господи Божий. Что еще может прибавить перед тобой Давид для возвеличения раба твоего? Ты знаешь раба твоего. Господи, для раба твоего по сердцу твоему ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие. Господи, нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, к которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ, сделать себе имя великим и страшным делом, прогнанием народов от лица народа твоего, который ты избавил из Египта. Ты соделал народ в Израиле своим собственным народом навек, и ты, Господи, стал Богом его. Итак, теперь, о Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как ты сказал, и да пребудет и возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили, Господь, слава Бога, есть Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим. Ибо ты, Боже мой, открыл лобу твоему, что ты устроишь ему дом, поэтому раб твой и дерзнул молиться пред тобою. И ныне, Господи, ты Бог, и ты сказал о рабе твоем такое благо. Начни же благословлять дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим. Ибо если ты, Господи, благословишь, то будет он благословен вовек. Глава восемнадцатая. После всего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял геф и зависящие от него города и руки филистимлян. Он поразил также моавитян, и сделали с моавитяне рабами Давида, принеся ему дань. И поразил Давид Адраазара, царя Ассуфского, в Ямафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Ефрате. И взял Давид у него тысячу колесниц, семь тысяч всадников и двадцать тысяч пеших. И разрушил Давид все колесницы, оставив из них только сто. Сириане Дамаски пришли было на помощь Адраазару царя Ассуфскому. Давид поразил двадцать две тысячи сириан. И поставил Давид охранное войско в Сирии и Дамаске, и сделали сириане рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он не ходил. Взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. А из Тифхавы и Куна, городов Адраазаровых, взял Давид весьма много меди. И из нее Соломон сделал медное море, и столбы, и медные сосуды. И услышал фой царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазара, царя Ассуфского. И послал Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адраазаром, и поразил его. Ибо фой был в войне с Адраазаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные. И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое он взял от тех народов, от Идумиян, Моавитян, Аманитян, Филистемлян и Амаликитян. И овец, а сын Саруи, поразил Идумиян на долине соляной 18 тысяч, и поставил в Идумии охранное войско. И сделали все Идумияне рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он не ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему народу своему. Иерав, сын Саруи, был начальником войска. Иосифат, сын Ахилуда, дееписателем. Садук, сын Ахитува, и Абимилех, сын Авиафара, священниками. Асуса, писцом. Вания, сын Иродая, над Ахилифеями и Филифеями. А сын Виадавидов, первыми при царе. Глава 19. Взял Амон в слух Давидовых и обрил их, и обрезал одежды их наполовину до чересла, и отпустил их. И они пошли. И донесено было Давиду о людях всех. И он послал им навстречу, так как они были обесчерчены. И сказал царь, останьтесь в Верехоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь. Когда амонитяне увидели, что они сделали с ненавистными Давиду, тогда послал Амон и амонитяне тысячу талантов серебра, чтобы нанять себе колесницы всадников из Сирии Мицепатамской, и из Сирии Маха и из Сулы. И наняли себе 32 тысячи колесниц царя Маха с народами его, которые пришли и расположились с таланом перед Медевою. И амонитяне собрались из городов своих и выступили на войну. Когда услышал об этом царь Давид, то послал Иава со всем войском храбрых. И выступили амонитяне и выстрелились к сражению у ворот города, а цари, которые пришли отдельно в поле. Иав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против Сириан. Остальную часть народа поручил Овесе брату своему, чтобы они выстроились против амонитян. И сказал он, если Сириане будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если амонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего. И Господь пусть сделает, что ему угодно. И выступил Иав и люди, которые были у него, в сражении с Сирианами, и они побежали от него. Амонитяне же увидят, что Сириане бегут, и сами побежали от Овесы брата его, и ушли в город. И пришел Иав в Иерусалим. И Сириане, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели Сириан, которые были по ту сторону реки. И собак-начальник Адраазаров предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан, и пришедший к ним выстрелился против них, и вступил Давид в сражение с Сирианами, и они сразились с ним. И Сириане побежали от израильтян, и истребил Давид у Сириан 7 тысяч колесниц и 40 тысяч пешек. И собак от военачальника умертвил. Когда увидели слуги Адраазара, что они поражены израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему. И не хотели Сириане помогать более им, аманитянам. Глава 20. Через год в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иава в войско и стал разорять землю аманитян, и пришел и осадил Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Иава, завоевав Раву, разрушил ее. И взял Давид в вене царя их с головы его, и в нем оказалось весу талант золота. И драгоценные камни были на нем, и был он возложен на голову Давида. И добычи очень много вынес он из города. И народ, который был в нем, вывел и умышлял их пилами, и железными молотилками, и секирами. Так поступил Давид со всеми народами аманитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим. После того началась война с филостемлянами в Газере. Тогда Савахай Хуршатянин поразил Сафа, одного из потомков Рифаима, и они усмирились. И опять была война с филостемлянами, когда тогда Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафова, гефянина, у которого древко копья было, как навою ткачей. Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по шести пальцев, всего 24, и он также был из потомков Рифаима. Он поносил Израиля, но Иоаннафан, сын Шема, брата Давида, поразил его. Это были родившиеся от Рифаима в Гефе, и пали от руки Давида и от руки слух его. Глава 21. И восстал сатана на Израиле, и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующему народе, «Пойдите и счислите израильтян от Ферсавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их». И сказал Иоаву, «Да умножит Господь народ своего сто раз против того, сколько есть его». «Внесели они, господин мой царь, рабы господина моего». «Для чего же требует всего господину?» «Чтобы именилось это вину Израилю». На царское слово превозмогло Иоава, и пошел Иоав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим, и подал Иоав Давиду список народной переписи. «И было всех израильтян тысяча тысяч, и сто тысяч мужей, обнажающих меч, иудеев четыреста семьдесят тысяч, обнажающих меч». А левитов и веименен он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иоаву. «И неугодно было в очах Божьих дело сие, и он поразил Израиля. И сказал Давид Богу, «Весьма согрешил я, что сделал это, и ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». Говорил Господь гаду, прозроливцу Давидову, и сказал, «Пойди и скажи Давиду». Так говорит Господь, «Три наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя». Но пришел гад к Давиду и сказал ему, «Так говорит Господь, избирай себе или три года голод, или три месяца будешь ты преследуем неприятен твоими, и меч врагов твоих будет досягать до тебя, или три дня меч Господень, и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, смотри, что мне отвечать пославшему меня со словом?» И сказал Давид гаду, «Тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие его, только бы не впадь мне в руки человеческие». И прислал Господь язву на Израиле, и умерло израильтян 70 тысяч человек. И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о всем бедствии, и сказал ангел истребителю, «Довольно, теперь отпусти руку твою». Ангел же Господень стоял тогда над губном Орна и Ивусианина, и поднял Давид глаза свои, и увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом, растертым на Иерусалим. И пал Давид, и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои. И сказал Давид Богу, «Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло. А эти овцы что сделали? Господи Боже мой, да будет рука твоя на мне и на доме отца моего, и не на народе твоем, чтобы погубить его». И ангел Господень сказал гаду, чтобы тот сказал Давиду, «Пусть Давид придет и поставит жертвенник Господа на губне Орны и Ивусианина». И пошел Давид по слову гада, которое он говорил именем Господнем. Орна обратился, увидел ангела, и четыре сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу. И пришел Давид к Орне. Орна взглянув и увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли. И сказал Давид Орне, «Отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа». И сказал Орна Давиду, «Возьми себе, пусть делает Господин мой царь что ему угодно. Вот я отдаю и волокна, всесожжение, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение. Все это отдаю даром». И сказал царь Давид Орне, «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить всесожжение, взятого даром». И дал Давид Орне за это место 600 циклей золота. И соорудил там Давид жертвами к Господу, и возьмет всесожжение, и мирные жертвы, и призвал Господа. И он услышал его, и послав огонь с неба, и на жертвенник всесожжения. И сказал Господь ангелу, «Возврати меч, что он множит его». В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орна и Ивусянина, принес там жертву. «Скини же Господня, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвник всесожжения, находились в то время на высоте в Гаваоне, и не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечом ангела Господня». Глава 22. «И сказал Давид, вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для сожжения Израиля. И пригазал Давид собрать пришельцев, находящихся в земле израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения Дома Божьего. И множество железа для гвоздей, к дверям ворот, и для связей заготовил Давид. И множество меди без весу, и кедровых дерев без счету, потому что седоняне и теряне поставили Давиду множество кедровых дерев. И сказал Давид, «Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величественен на славу и украшение пред всеми землями. Итак, буду я заготавливать для него». И заготовил Давид до смерти свои много. И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону, «Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего, но было ко мне слово Господне, и сказано, «Ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный, я дам ему покой, а те крагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон, и мир и покой дам Израилю во все дни. Он построит дом имени моему, и он будет не сыном, а я ему отцом. И утвержу престол царства его над Израилем навек, и ныне, сын мой, да будет Господь с тобой, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум и поставит тебя над Израилем, и соблюди закон Господа Бога твоего, тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедовал Господь Мисею для Израиля. Будь тверд, мужествен, не бойся и не унывай. И вот я при скудости моей приготовил для Дома Господня сто тысяч талантов золота и тысячу тысяч талантов серебра, и меди, и железу нет веса, потому что их множество, и дерева, и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому. У тебя множество рабочих, каменотесов, резчиков, плотников и всяких способных на всякое дело. Золото, серебро и меди и железо нет счета. Начни и делай, Господь будет с тобой. И завещал Давид всем князьям Израилем помогать Соломону и сыну его. И не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон, потому что Он предал в руки Мои жителей земли и покорила земля пред Господом и пред народом его. Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте свечилище Господу Богу, чтобы перенести ко вщель завета Господня и священные сосуды Божьи в дом, созидаемый имени Господня. Глава 23. Давид, состарившись и навстретившись с жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона, собрал всех князей израилевых и священников и левитов, и исчислены были левиты от 30 лет и выше. И было число их, считая поголовно, 38 тысяч человек. Из них назначены для дела в доме Господнем 24 тысячи, песцов же и судей 6 тысяч, и 4 тысячи привратников, и 4 тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. И разделили Давид на череды по сынам Левия, Герсону, Каафу и Мирай, из Герсонян, Лаидан и Шимей, сыновья Лаидана, Первый и Иехил, Зефам и Аиль Троя, сыновья Шимея, Шеламив, Хазиил, Гаран Троя, они главы поколения Лаидановых. И еще сыны Шимея, Иахав, Зиза, Иежуш, Иберия, это сыновья Шимея, четверо. Иахав был главным, Зиза вторым, Иуж, Иберия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца. Сыновья Каафа, Амрам, Изгар, Хеврон, Азиил, четверо. Сыновья Амрама, Арон и Моисей, Аарон отделен был на священиях ко святому святых, он и сыновья его навеки, чтобы совершать курение предлецом Господа, чтобы служить ему и благословлять именем его навеки. А Моисей, человек Божий, и сыновья его причтены к колену Леви, сыновья Моисея, Герсон и Елизер. Сыновья Герсона, первый был Шевуил, сыновья Елизера, были первые Рихавия. И не было у Елизера других сыновей, у Рихавии же было очень много сыновей. Сыновья Изгара, первый Шеламив, сыновья Хеврона, первый Иерия, второй Амария, третий Иахазаил, четвертый Иекама, сыновья Азиила, первый Миха, второй Ишия, сыновья Мирариной, Махни, мужем, сыновья Махни, Елизар и Кис. И умер Елизар, и не было у него сыновей, а только дочери, и взяли их за себя сыновья Киса и братья. А сыновья Муши, Махни, Едер, Еммов и Трои, род сыновья Левии по домам отцов и главы семей с проименному исчислению их поголовных, которые отправляли из дела служения в доме Господнем от двадцати лет и выше. Ибо Давид сказал, Господь Бог Израилев дал покой народу своему и водворил его в Иерусалиме навеки. И левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней. Посему, по последствиям по последним повелениям Давида исчислены левиты от двадцати лет и выше, чтобы они были при сынах Аароновых для служения дому Господню во дворе и пристройках для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при доме Божьем, для наблюдения за хлебами предложения и пшеничной мукои для хлебного приложения и пресными лепешками и запеченными, жаренными и за всякую меру и весом, и чтобы становились каждое утро благодарить и словословие Господа также и вечером, и при всех всесожжениях возносимых Господу в субботы, в новомесячие и в праздники по числу, как приписано о них постоянно пред лицом Господа, и чтобы их охранялись и неоткровения и святилища и сынов Аароновых братьев своих при службах Дому Господних. Глава 24. Год распределения сыновей Аароновых сыновья Аароны, Надафа, Виуд, Елиазар и Фомар, Надафа и Виуд, умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и потому священствовали Елиазар и Фомар. И распределения Давид Садоков и сыновей Елиазара и Ахимелеха и сыновей Ифомара поочередно на службу их. И нашлось, что между сынами Ифомара и он распределил их так. И сынов Елиазара 16 глав семейств и сынов Ефомара 8. Распределял же их по жребиям, потому что главным во святилище и главным перед Богом были и сынов Елиазара и сынов Ефомара. И записывал их Шимая, сын Нифанаила, песец из левитов перед лицом царя и князей и перед священником Садоком и перед Ахимелехом сыном Авиафара и перед главными семействами священников и левицких брали при бросании жребия одно семейство из рода Елизарова и потом брали из рода Ефомарова. И вышел первый жребий Иего и Арифу, второй Иеда и третий Хариму, четвертый Сеариму, пятый Малхи, шестой Миямину, седьмой Гакоцу, восьмой Ави, девятый Иешу, десятый Ишихани, одиннадцатый Ильяшиву, двенадцатый Иакиму, тринадцатый Хушаю, четырнадцатый Иешивалу, пятнадцатый Вигли, шестнадцатый Имеру, семнадцатый Хизиру, восемнадцатый Гапицету, девятнадцатый Петахий, двадцатый Иезекииле, двадцать первый Иохину, двадцать второй Гамулу, двадцать третий Дилаи, двадцать четвертый Моази. Вот порядок их прислужения, как им приходить в Дом Господь, и по уставу их через Агона, Аарона, Отца их, как заповедовал ему Господь Бог Израиль. И прочих сыновей Левия распределение из сынов Арама, Шиваил, из сынов Шиваила и Едая, от Рихави сынов Рихави и Шиа был первый, от Изгара Шеламоф, из сыновей Шеламофа и Ахав, из сыновей Хеврона первый Иерия, второй Амавия, третий Иохазиил, четвертый Иекамал, из сыновей Азиила, Миха и сыновей Михи Шамир. Вот брат Михи Ишиа, из сыновей Ишиа Захария, сыновей Амирари, Махи и Муши и сыновей Азии Бена, и сыновей Мираи и Азии Бена, и Шагам, и Закур, и Иври. У Махи и Елиазар, у него сыновей не было, у Киса и сыновей Киса и Ерахмиил. А сыновья Муши, Махи, Едер и Еремов, вот сыновья Левитов по поколениям И. Бросали и они жребий наравне с братьями своими сыновьями Ароною пред лицом царя Давида и Садоха и Ахимилеха и главы семей священнических и Елицких, глава семейства наравне с меньшим братом своим. Глава двадцать пятая. И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Имана и Идифуна, чтобы они провещевали на цитрах, псалтырях и кемвалах, и были отчислены они на дело служения своего. И сыновей Асафа, Закур, Иосиф, Нефания и Ашарела, сыновья Асафа под руководством Асафа, игравшего по наставлению царя. От Идифуна сыновья Идифуна, Гига, Гидалия, Цери, Исаия, Семей, Хошавия, Матафия, шестеро под руководством отца своего Идифуна, игравшего на цитре во славу и хвалу Господа. От Ифама сыновья Имана, сыновья Имана, Букия, Матвания, Азиил, Шивуил, Иеремеов, Ханани, Гелиафа, Гадалти, Романти, Эзер, Йошбекаша, Малофи, Гафир и Махазиов. Все эти сыновья Имана прозрали в цесарского по словам Божьим, чтобы возвышать славу его. И дал Бог Иману четырнадцать сыновей и трех дочерей. Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем, с кембалами, салтырями и цитрами в служении в доме Божьем по кузнанию царя, или Асапа, и Дифуна, и Имана. И было число их с братьями, их обученными петь пред Господом, всех знающих сие дело, 288. И бросили они жребий о череде служения. Малый наравне с большим, учители наравне с учениками. И вышел первый жребий Асафу, для Иосифа второй Эгидалии с братьями его и сыновьями его, их было двенадцать. Третий Закуру с сыновьями его и братьями его, их 12. Четвертый Итрию с сыновьями его и братьями его, их 12. Пятый Нефании с сыновьями его и братьями его, их 12. 6. Буки и сыновьями его и братьями его их 12. 7. Иасарели и сыновьями его и братьями его их 12. 8. Исаии и сыновьями его и братьями его их 12. 9. Матфании и сыновьями его и братьями его их 12. 10. Шимию и сыновьями его и братьями его их 12. 11 Азериилу сыновьями его и братьями его, их 12. 12 Хашавии сыновьями его и братьями его, их 12. 13 Шувауилу сыновьями его и братьями его, их 12. 14 Матафии сыновьями его и братьями его, их 12. 15 Еремеу Мофу сыновьями его и братьями его, их 12. 16. Ханани с сыновьями его и братьями его их 12. 17. Йошбекаши с сыновьями его и братьями его их 12. 18. Ханани с сыновьями его и братьями его их 12. 19. Малофи с сыновьями его и братьями его их 12. 20. Елеафи с сыновьями его и братьями его их 12. 21. Гафиру с сыновьями его и братьями его, их 12. 22. Гедалтию с сыновьями его и братьями его, их 12. 23. Махазиофу с сыновьями его и братьями его, их 12. 24. Романтий и Зеру с сыновьями его и братьями его, их 12. Глава 26. Глава 26. Глава 26. Глава 26. Глава 26. Глава 26. Глава 27. Глава 27. Глава 27. Глава 27. Глава 27. У него сын Исаия, у него сын Аарам, и у него сын Зихри, и у него сын Шеломиф. Шеломиф и братья его смотрели за всеми сокровищницами посвященных вещей, которые посвятил царь Давид и главы семейств, и тысяченачальники, и столучальники, и предводители войска. Из завоеваний и из добыч они посвящали на поддержание Дома Господня. И все, что посвятил самому пророк и Саул сын Киса, и Абенир сын Нира, и Ирав сын Царуи, все посвященное было на руках у Шеломифа и братьев его. Из племени Ицгарова Хинания и сыновья его определены на внешнее служение у израильтян пестами и судьями. Из племени Хевронова Хашавия и братья его люди мужественные 1700 имели надзор над Израилем по эту сторону Иордана, к западу по всяким делам служения Господней и по службе царской. У племени Хевронова и Ерия был главой Хевронян. В их родах, в поколениях, в 40-й год царственных Давида они исчислены, и найдены между ними люди мужественные в Иозере Голуанском. И братья его люди способные 2700 были главы семейств. Их поставил царь Давид над коленом Рувимовым и Гадовым и полуколеном Манасийным по всем делам Божьим и делам царя. Глава 27. Глава 27. Глава 27. Глава 29. 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 Главным начальником был Елизер, сын Зихри, у Семенова Сафатия, сын Маахи, у Левия Хашавия, сын Кемуила, у Арона Садок, у Иуда и Еляф из братьев Давида, и у Иссахара Обри, сын Михаила, у Завулона Ишмая, сын Авадия, у Нефалима и Еремов, сын Азриила, у сынов Ефремовых Осия, сын Азазии, у Павла Колена Монасия и Алина, сын Ведаи, У Павла Колена Монасии в Глади, Ида, сын Захарии, у Вениамина Иосиил, сын Авенира, у Дана Азариил, сын Иерахама, вот вожди колен Израиля, в Давид не делал исчисления тех, которые были до 20 лет и ниже, а, от 20 лет и ниже, потому что Господь сказал, что он умножит Израиля, как звезды небесные. И Аф, сын Царую, начал делать исчисления, но не окончил. И был за это гнев Божий на Израиле, и не вошло то исчисления в летопистория Давида. Над сокровищами царскими был Азамев, сын Алиадиилов, а над запасами в поле, в горах, в селах и в башнях Иоаннафан, сын Узи, над занимающимися полевыми работами, земледением Езви, сын Хилова, над виноградниками, шиме, израмы, и над запасами вина виноградных, как Завдий, сын Шима, Фама. Над маслинами и смоковницами в долине Баалхенан, гидеритянин, а над запасами деревянного масла и аз. Над крупным скотом, посущимся в Шароне, шитрай шаронянин, а над скотом в долинах Шафат, сын Адлаев. Над верблюдами Алил, Исмаинтянин, над ослитцами Иехди, Миранифянин, а над мелким скотом Иазиз, Агаритянин, все эти были начальниками, над имением которых было у царя Давида. Над имением. И завидующим всем имением, и стадами царя, и сыновей его, с евнухами и начальников, и всех храбрых мужей. И стал давить царь на ноги свои и сказал, послушайте мне, братья мои, народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега Завета Господня, и в подножие ногам Бога нашего, и в потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне, не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный, и проливал кровь. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно, потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды дом отца моего. И сыновей его отца моего благословит поставить царем над всем Израилем. И сыновей же моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем. И сказал мне, Соломон, сын твой, построи дом мой из дворы моих, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом. И утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих уставов, моих до сего дня. И теперь перед очами всего Израиля собрание Господнее, и во уши Бога нашего говорю, соблюдайте и держите всех заповедей Господа, Бога вашего, чтобы владеть вам всею добрую землей и оставить ее после себя в наследство детям своим вовек. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца своего, и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. И дала Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега. И чертеж всего, что было у него на душе, дворов для дома Господня и всех комнат кругом, сокровищных Дома Божия, сокровищных для свечей посвященных, и священнических, и левицких отделений, и всякого служебного отдела в Доме Господнем, и всех служебных сосудов Дома Господня, золотых вещей со значением веса для всякого служебных сосудов, всех вещей серебряных со значением веса для всякого сосудов служебных, и дал золото для светильников и золотых лампад их, со значением веса каждого из светильников и лампад его, также светильников серебряных со значением веса каждого из светильников и лампад его, смотря по служению на значение каждого светильника, И золото для столов, предложение хлебов для каждого золотого стола, и серебра для столков серебряных, и вилок, и чашек, и крапильниц из чистого золота, и золотых блюд со значением веса каждого блюда, и серебряных блюд со значением веса каждого блюда. И для жертвенника курения из литого золота со значением веса и устройства колесницы с золотыми керувимами, распространяющими крыльями, покрывающими ковчег завета Господня. Все сие в письмени от Господа говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки. И сказал Давид сыну своему Соломону, будь тверд и мужественным, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог мой с тобой, и он не оступит от тебя и не оставит тебя, доколе не свершишь всего дела, требования для дома Господня. И вот от дела священников и левитов для всякой службы при доме к Божьим, и у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусственные для всякой работы, и начальники, и весь народ готовят на все твои приказания. Глава 29. И приказался царь Давид к всему собранию Соломон, сыну которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело все велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золота для золотых вещей, и серебро для серебряных, и мед для медных, железо для железных, и дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. И еще по любви моей к Богу, к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего. Всех всего, что заготовил я для святыни дома. Три тысячи талантов золота, золота Афирского и семь тысяч талантов серебра чистого для обложения стен в домах. Для каждой из золотых вещей, для каждой из серебряных, для всякого изделия рук художнических. Не по усердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? И стали жертвовать начальники семейств, и начальники калин израилевых, и начальники тысяч, и сотен, и начальники над именами царя. И дали на устроение дома Божия пять тысяч талантов, и десять тысяч драхм золота, и серебра десять тысяч талантов, и меди восемнадцать тысяч талантов, и железо сто тысяч талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали и их сокровищницу Дома Господня на руки и хиилу герсонитянину. И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа пред тем собранием, и сказал Давид, благословен ты, Господи, Божий Израиля, Отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле Твое. Твое, Господи, царство, и ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и ты владычествуешь над тем, и в руке Твоей силы и могущества, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Божий наш, мы слава словим Тебя и хвалим величественное имя Твое, ибо кто я и кто народ мой, чтобы мы имели возможность так жертвовать. Но от Тебя все, и от руки Твоей полученные мы отдали Тебе, потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, так как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи, Божий наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно и все Твое. Знаю, Божий мой, что Ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой здесь находящийся с радостью жертвует Тебе. Господи, Божий Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. Саламужу же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои, и исполнять все это, и построить здание, для которого я сделаю приготовление. И сказал Давид всему собранию, благословите Господа Бога нашего, и благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало, и поклонилось Господу, и царю, и принесли Господу жертву, и вознесли все сожжение Господу на другой после сего день тысячу цельцов, тысячу овнов, тысячу агентств, с их возлияниями, и множество жертв от сего Израиля. И ели, и пили пред Господом в тот день с великую радостью, и в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом в правительство Верховного, а садоков и священника. И сел Соломон на престоле Господнем, как царь, вместо Давида, отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему. Все начальники и сильные, а также, естественно, для царя Давида подчинились Соломону царю, и возвеличил Господь Соломона пред очами сего Израиля, и даровал ему славу царства, какой не имел прежде его ни один царь у Израиля. И Давид, сын Иесеев, царствовал над тем Израилем. Времени царствования его над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 года. Умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою. И воцарился Соломон, сын его, вместо него. Дела царя Давида, первое и последнее, описаны в записях Самуила провидца, и в записях Нафана пророка, и в записях Гада прозроливца, ровно и все царствование его, и мужество его, и происшествия, случившиеся с ним, с Израилем, и со всеми земными царствами. Второе послание Паралипоменон, первая глава. Ковчег Божий принес Давид из Кириаф и Арима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него Скинию в Иерусалиме. А медный жертвник, который сделал, веселил сын Урия, сын Орова, оставался там, пред Скинию Господней, и взыскал его Соломон собранием. И там, пред лицом Господа на медном жертвеннике, который пред Скинию собрания, вознес Соломон тысячу сожжений. В ту ночь явился Бог Соломон и сказал, проси, что мне дать тебе? И сказал Соломон Богу, ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость, и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Божье, слово Твое к Давиду, отцу моему. Так как ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной, то ныне дай мне премудрость и знания, чтобы я умел выходить перед народом всем и входить. Ибо кто может управлять всем народом твоим великим? И сказал Бог Соломону, за то, что это было на сердце Твое, и Ты не просил богатства, имения и славы, и души, и неприятелей Твоих, и также не просил Ты много дней, а просил себе премудрость и знания, чтобы управлять народом Моим, над которым я воцарил Тебя. Премудрость и знания дается Тебе, а богатство и имение и славу я отдам Тебе такие, по дому которым не бывало у царей прежде Тебя и не будет после Тебя. И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне от скини и собрание в Иерусалим, и царствовал над Израилем. И набрал Соломон колесниц и садников, и было у него 1400 колесниц и 12 тысяч садников. И он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикамором, которые на низких местах. Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница получаемая и доставляемая была из Египта за 600 циклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хитейским и царям арамейским. Глава 2. Глава 2. Глава 3. 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 Глава 4. Глава 4. Глава 3. Глава 4. Глава 4. Глава 4. Глава 4. Глава 5. 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 Глава 5.